Переходим ко второму вопросу о реализации проектов комплексного развития на территории Ростовской области. Слово Юрия Юрьевича Сильвестрова, министра строительства. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Василий Юрьевич, уважаемые коллеги. В декабре 2020 года вступила в силу глава 10-й Градостовского кодекса Российской Федерации, устанавливающая новый механизм комплексного развития территории. Основной целью комплексного развития территории является преобразование застроенных городских территорий, а также формирование новой застройки, обеспечивающей создание комфортной городской среды. Расследовательным законодательством предусматриваются четыре вида комплексного развития территории. Первый вид – комплексное развитие территории живой застройки, направленный на преобразование территории города с ветхим и аварийным жилым фондом. 2. Комплексное развитие нежилой застройки, реализация решения, которым ГРТН «Жилой структ» позволяет обновлять городскую седу, формировать на земельных участках промышленных и коммунальных предприятиях новые кварталы жилой и общественной деловой застройки. 3. Комплексное развитие незастроенных территорий. Это механизм освоения свободных территорий, позволяющий синхронизировать строительство объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. 4. Которые обеспечивают формирование современной многофункциональной городской среды. Для этих трех видов КРТ не требуется соответствие генеральному плану и правилам землепользования и застройки. Проект реализуется на основании утвержденной документации по планировке территории, подготовку которой обеспечивает лицо, реализующее проект комплексного развития территории. 5. Если для реализации решений, принятых по планировочной документации, требуется внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ, то такие изменения должны быть внесены органами местного самоуправления в течение 90 дней, со днями утверждения документации по планировке территории. 4. Четвертый вид комплексного развития территории – это КРТ по инициативе правообладателей. Инициаторами проекта могут выступать собственники или арендаторы земельных участков и объектов капитального строительства. 5. Необходимо отметить, что предполагаемый к реализации проекта может осуществляться только в соответствии с генеральным планом и правилом землепользования, то есть объекты, строительства которых планируют осуществлять, должны соответствовать установленному градостроительному регламенту. 6. Проект реализуется на основании договора, который заключается между органами местного самоуправления и правообладателями объектов недвижимости. 7. На областном уровне в полном объеме разработана необходимая для применения механизма комплексного развития территории нормативно-правая база. 7. В Министерственном области подготовлены нормативно-правовые акты, определяющие порядок реализации механизма КРТ. 8. Это областной закон 492 и постановление правительства 740 и 686. 8. Областной закон определяет полномочия законодательного собрания правительства Ростовской области и органов местного самоуправления в сфере комплексного развития территории. 8. Постановление 740 регулирует порядок принятия и реализации решений о КРТ. 8. В свою очередь, постановление номер 686 устанавливает порядок заключения договора КРТ между органами местного самоуправления и правообладателями объектов недвижимости, если комплексное развитие территории осуществляется по инициативе правообладателя. 8. Минэмущество, Минэкономразвитие и МинЖКХ области в областные законы были навесены нормой, обеспечивающей реализацию КРТ. 9. Коллегами подготовлены постановления правительства области, регулирующие вопросы определения начальной цены торговли, право заключения договоров о КРТ, а также порядка возврата средств фонда капитального ремонта, присносивания квартирных домов и их дальнейшего использования. 9. Помимо областных нормативно-правовых актов, для решения проектов КРТ в муниципалитетах должны быть приняты свои нормативно-правовые акты, определяющие порядок взаимодействия структур подразделений местных администраций при принятии и реализации решения КРТ. 10. На сегодняшний день нормативно-правовые акты приняты в четырех городах и четырех муниципальных районах Ростовской области. Хочу обратить внимание глав на необходимость принятия муниципально-нормативных правовых актов для реализации механизма КРТ. В Министровом области совместно с органами местного самоуправления проведен анализ территорий и муниципалитетов и сформирован перечень пилотных проектов КРТ. В перечень включены 8 территорий в городах Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге, общей площадью 416 гектар. Самым крупным проектом КРТ является застройка территории бывшего аэропорта в Ростове-на-Дону. В рамках этого проекта на территории, площадь которой составляет 367,8 гектар, формируется новый район города, Новый Ростов, где будет создана современная многофункциональная городская среда. Важно отметить, что в рамках этого проекта планируется реализовать не только жилье с объектами первой и второй ступени социального обслуживания, такие как детские сады, школы, парки, но и объекты общегородского и областного значения в сферах здравоохранения, культуры и спорта. Проект в соответствии с решением правительства Ростовской области реализуется региональной корпорацией развития. Также в Ростове-на-Дону в пилотные проекты комплексного развития включены 4 территории живой застройки. С ветхим и аварийным жилым фондом. Городосредственный потенциал этих территорий – порядка 78 тысяч квадратных метров жилья. В рамках данных проектов планируется не только решать вопрос отселения и сноса ветхого и аварийного жилья, но и создание комфортной городской среды в границах квартала, где располагаются такие дома, включая вопросы модернизации инженерной инфраструктуры. Администрация города Таганрога планирует реализовать один проект КРТ и не застроенной территории. В настоящее время ведется совместная работа администрации города, Минстроя области и фонда Дома РФ по подготовке материалов, необходимых для принятия решения о комплексном развитии территории. В первом квартале 2024 года. Стоит отметить, что в городе Батайске были приняты первые в регионе решения КРТ по инициативе органов местного самоуправления. Это две пилотные площадки комплексного развития незастроенной территории. Городосредственный потенциал жилой застройки на этих территориях составит порядка 310 тысяч квадратных метров. Подробнее о принятых решениях доложит глава администрации города Батайска. Также в области на землях федеральной собственности реализуются проекты комплексного развития, инициатором которых выступает акционерное общество Дом РФ. В Ростове-на-Дону Дом РФ проведены торги и заключены договоры по двум проектам КРТ. Незастроенных территорий. По улице 40-летия Победы на участке площадью 11,2 гектара, где планируемый ввоз жилья, составит 112 тысяч квадратных метров. И в жилом районе Суворовский, площадью 32,8 гектаров, где планируемый ввоз жилья, составит 200 тысяч квадратных метров. В настоящее время на этой участке застройщик планирует приступить к подготовке проекта планировки. Еще один проект в городе Новочеркасске, площадью 18,8 гектаров, где планируемый ввоз жилья, составит 50 тысяч квадратных метров. где застройщик также планирует приступить к подготовке проекта планировки. Заключенные из Дома РФ договоры предусматривают строительство объектов образования первой ступени обслуживания для новых территорий. Правительством Ростовской области и администрациями городов Ростова-Дону и Новочеркасска была согласована возможность застройки этих федеральных земельных участков с учетом обозначенных обязательств. В Минстроем России и правительством Ростовской области в текущем году подписано меморандум о повышении градостроительного потенциала в земельных участках, вовлеченных в оборот в целях жилищно-ростроительства. К 2030 году градостроительный потенциал территории комплексного развития должен составить более 3 млн кв. метров жилья. В Минстроем области совместно с органами местного установления продолжается работа по формированию перечня проектов КРТ. В завершении хочу отметить, что КРТ – один из важнейших механизмов градостроительного развития городов. Работа по подбору территорий для КРТ побуждает подходить к вопросу широко и в процессе поиска территорий под КРТ анализировать всю территорию города, выявляя точки роста, предлагая подразвитие не только локальные участки, но и развитие общегородской инфраструктуры. Также и в сельских поселениях этот механизм позволяет комплексно подходить к развитию территории, изначально предусматривая вопросы синхронизированного строительства жилья с объектами инженерной, транспорта и социальной инфраструктуры, при этом предусматривая взаимные обязательства застройщиков и органов местного самоуправления. Использование механизма КРТ должно стать одной из приоритетных задач деятельности органов местного соуправления по градостроительному развитию территории наших городов и поселений. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Так, коллеги, вопросы к Юрию Юрьевичу. Прошу. Глава администрации Аксайского района, Доморовский Константин Сергеевич. Юрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, возможно ли применение механизма комплексного развития территории в целях реализации проектов индивидуальной жилой застройки? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, конечно, возможно. Цель комплексного развития – это создание благоприятных условий жизни для граждан. И кроме того, хочу отметить, что при комплексном развитии застройщик обязан будет застраивать участки именно в соответствии с проектом планировки территории, который разрабатывается на основании федерального законодательства и региональных, даже региональных и местных нормативов. То есть мы, используя именно механизм КРТ на сельских территориях, уйдём от того негативного опыта, который на сегодняшний день появился в Ростовской области. Поэтому я считаю, его обязательно нужно использовать. Так, коллеги, ещё вопросы есть? Юрий Юрьевич, ну, несколько вопросов. Вы знаете, что я дал поручение по несению изменений в законы масштабных инвестиционных проектов. Эта работа идёт, и больше того, мы в некотором смысле возьмём паузу для подписания документов. Но то, что мы должны в ближайшее время выносить в законодательное собрание, вопрос, это совершенно точно. И основным являлось то, что мы должны в этом законе будем его развернуть в сторону более плотного взаимодействия с нашими исполнителями, инвесторами, как раз вопросов социальных. Мы на первом этапе решали вопрос по дольщикам, очень эффективно получилось, ещё есть некоторые решения. Но в некотором смысле закон превратился в палочку-выручалочку. Когда приходит участок один гектар и подаёт заявку на масштабный инвестиционный проект. Ничего тут масштабного нет. На этом мы должны будем поставить крестик своеобразный. Масштабный только тогда, когда он ориентирован на решение социальных проблем. Это не только обманутые дольщики, но и социальные объекты. Как эта работа идёт сейчас? Василий Сергеевич, значит, по поводу этой работы уже состоялось два совещания. Профильные министерства давали свои предложения. Сейчас эти предложения обрабатываются, рассматриваются. То есть мы оставляем всё-таки приоритеты именно в рамках масштабного проекта строительства социальных объектов первой ступени. И дальше уже рассматривая предложения наших коллег из смежных министерств, будем готовить комплекс предложений для того, чтобы внести эти изменения в законы. Вот этот акцент нужно сделать обязательно. Такие, например, вопросы, как использование первых этажей зданий. Это могут быть поликлиники, это могут быть библиотеки, это могут быть другие социальные объекты. Дальше. Ассортимент или так, перечень, я бы сказал. Категория людей, по которой тоже могут получить жилье, если определённый процент от площади выделяется. Мы в городе начали применять Ростове, да, Александр Деянович, не только обманутые дольщики. Мы увидели, что у нас есть возможность дать людям, живущих в аварийном жилье, возможно, детям, сиротам и так далее, и так далее. Тут надо смотреть. Но мы расширяем. Ну и ещё раз повторяю, отдельная комплексность. Не просто построил дома, отдал квартиры, на этом закончилось. Нет, люди в этом доме должны пользоваться социальными какими-то услугами, там должны быть объекты. Это серьёзная работа, но делать её нужно быстро. Есть, Василий Ильич. Мы именно из этого исходим, чтобы у нас были уже готовы к жизни, в комфортных условиях. Поэтому первую половину ноября я точно послушаю готовность первого варианта проекта по этому документу. Есть. Да, поэтому обращайте на это внимание. И второй вопрос, конкретно к повестке дня. Ну, комплексное освоение территорий закрывшихся рынков. Как обстоят дела, где мы находимся, куда движемся? Василий Ильич, на сегодняшний день под ведом Министерства строительства подготовлена в целом концепция дальнейшего использования этих территорий. Напомню, что там общий участок 116 гектар составляет из двух. На данных участках данной концепции планируется создать, скажем так, единую концепцию северного въезда в город Ростов-на-Дону для того, чтобы это было красиво, привлекательно и вызывало интерес у наших гостей и жителей области. Мы в текущем году предпроектные материалы предварительно направили в профильное министерство, получили от них предложения и замечания к этому проекту. И до конца текущего года планируем подготовить материалы для дальнейшего принятия решения о комплексном развитии этих территорий. То есть у нас там находятся два участка с двух сторон от въезда в Ростов. На одном участке планируется, по сути дела, как можно сказать, общее развитие этого участка, а на другой стороне участок, который поменьше, у нас там, насколько помню, чуть больше 30 гектар, мы именно предлагаем сделать общественно-деловую зону именно с точки зрения развития КВТ. Там учитывается, что мы там сами планируем построить на территорию области экспоцентр. Да. Да, это место, пожалуй, одно из самых интересных с точки зрения функциональности, аэропорт, въезда в город, выезд на левобережную часть города. Ну, то же самое, мы говорили об этом, мы к этому вернемся в ближайшее время, поручение по этому поводу было дано. Ну, там есть сложности, да, там же не со всеми участками еще разобрались, есть процессы, которые продолжаются. Так ведь? То есть это нюанс, который нужно учитывать очень внимательно. Хорошо, спасибо, присаживайтесь. Давайте послушаем Михаила Михайловича Тихонова, генерального директора корпорации, региональной корпорации развития, о реализации проекта комплексного развития территорий нежилой застройки, расположенной в границах муниципальных образований города Ростов и Оксайское городское поселение. Пожалуйста. Уважаемый Василий Юрьевич, уважаемые коллеги, в целях повышения градостроительного потенциала региона, развития незастроенных территорий промышленного значения, повышения комфортности проживания населения, улучшения транспортного обслуживания, обеспечения объектами образования, культуры, спорта, а также рекреационными пространствами, правительством Ростовской области было принято решение о комплексном развитии территории бывшего аэропорта Ростова-на-Дону. Как уже сказал Юрий Юрьевич, это крупнейший проект в Ростовской области, но я скажу даже на сегодня, это крупнейший проект в Российской Федерации. В соответствии с постановлением правительства Ростовской области номер 555, региональная корпорация развития, уполномочена на реализацию этого решения. Основные требования определены распоряжением правительства номер 543. В корпорации развития совместно с другими ведомствами и организациями был осуществлен ряд подготовительных мероприятий, направленных на освоение территории КРТ, что позволило разработать документацию по планировке территории, которая утверждена правительством Ростовской области 10 апреля 2023 года. Проектом планировки предусмотрено размещение всех нормированных объектов культуры и спорта, а также объектов жилой и социальной инфраструктуры, предусмотренных по остановлению правительства 555. При этом проект будет реализован в три этапа. Обеспечено выполнение инженерных археологических исследований, по результатам которых не обнаружено каких-либо объектов, препятствующих строительству. Исследования почв показали их очень высокое качество и загрязнений не выявлено. Для рассмотрения согласования архитектурно-градостроительного облика проектированных зданий, сооружений объектов на территории застройки, создан и функционирует архитектурный экспертный совет. Совет возглавляет главный архитектор Ростовской области, участвуют в Совете представители Союза архитекторов, архитектурной общественности, а также профессорско-преподавательского состава архитектурных вузов. На заседаниях Совета рассматривается и согласовывается архитектурно-градостроительный облик зданий и жилой застройки, детских садов, школ, парков и иных объектов. Силами специалистов Центра Компетенции по развитию городской среды корпораций развития разработаны основные принципы устройства парка. Ведется работа над концепцией бульвара и дизайн-кодом территории. Для обеспечения инженерной инфраструктуры объектов КРТ получены технические условия подтверждения от ресурсоснабжающих организаций о наличии технических возможностей для технологического присоединения к инженерным коммуникациям, таким как теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение. Корпорация разработана и согласована с системным оператором ФСК ЕС схема внешнего электроснабжения объектов комплексного развития территории. Для объектов первого этапа жилищного строительства оформлен договор технологического присоединения к сетям на 20 мегаватт, а также в настоящее время подготовлен проект договора на 11 мегаватт для строительства социальных и общественных объектов, которые находятся на согласовании в Ростовском региональном диспертическом управлении энергосистем. Имеющихся мощностей достаточно для завершения реализации первого этапа строительства проекта. Также выполняются подготовительные работы для проектирования и строительства электрической подстанции 110 на 10 мегавольт, киловольт мощностью 40 мегаватт, строительство которой возможно завершить уже в 1926 году. С вводом ее в эксплуатацию территориям комплексного развития будет полностью обеспечена электроэнергией на весь период реализации. Выполнено межевание 32 земельных участков первого этапа. Земельные участки поставлены на кадастровый учет. Это, в свою очередь, позволило приступить к непосредственному освоению территории. В соответствии с перечнем поручения к протоколу заседания правительства Ростовской области от 24 апреля 2023 года, корпорации одобрено привлечение к реализации решения о КРД «Общество Югстройинвестдом». В соответствии с подписанным соглашением инвестор обязан построить жилье в количестве не менее полутора миллионов квадратных метров в согласованном графике, а также по поручению корпорации осуществить проектирование и строительство социальных объектов. Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные организации с соблюдением нормативной обеспеченности застраиваемой территории относительно вводимого эксплуатации жилья. А это 5 школ на 6 тысяч мест и 11 детских садов на 2725 мест. Кроме того, построить объекты инженерной инфраструктуры, заключить договоры на технологическое присоединение объектов капитального строительства, выполнить благоустройство территорий, прилегающих к жилым домам, а также иных внутриквартальных территорий общего пользования. Корпорации получены соответствующие градостроительные планы земельных участков и уже с мая текущего года ведется строительство 11 объектов на территории. Планируемый объем ввода жилья уже в 2024 году составляет порядка 108 тысяч квадратных метров, что позволяет в частности выполнить обязательства по соглашению о пролечении инфраструктурного бюджетного кредита на строительство 62-го коллектора. Выполнены проектные заставительные работы, экспертиза проектной документации и ведется строительство первого детского сада на 200 мест. Ввод запланирован на июль следующего года. Также ведется проектированная первая школа на 1100 мест и второго детского сада на 200 мест. Завершение проектирования и получение экспертизы запланированы на первый и второй квартал следующего года соответственно. В концепции проекта застройки предусмотрено размещение трех групп архитектурных доминалов. Одна из которых размещается на пересечении улиц Вересаева и Вербировская. Вторая – это деловой квартал, который будет располагаться вблизи создаваемого центрального автовокзала. А третья – это в восточной части застройки. В корпорации разработаны также технические задания на проектирование комплекса административных зданий правительственного квартала, а также взрослая и детская поликлиника. Выполнено их согласование на соответствие в ГАО государственной экспертизы проектов. Проведена проверка достоверности смертной стоимости на выполнение проектных и изыскательских работ в ГБУ Ростов областрой заказчика. Во взаимодействии с епархией на территории КРТ предусмотрено размещение трех храмов. Разработаны их эскизные проекты, определенные места под строительство. В целях обеспечения КРТ транспортной инфраструктурой ведется проектирование нескольких автомобильных дорог, таких как от перекрестка Вересаева и Берберовская до въезда на территорию бывшего аэропорта со стороны Шолохова, по улице Берберовская со строительством транспортной развязки Берберовской и Вересаева, а также проектирование транспортной развязки от проспекта Шолохова до въезда на территорию КРТ. Также до конца года планируется провести торги на разработку проекта строительства магистральной улицы, проходящей через территорию и соединяющей улицы Берберовска и Вересаево. Дополнительно уже в ходе реализации проекта органами исполнительной власти и органами местного соуправления корпорации даны предложения предусмотреть на территории КРТ размещение новых объектов социального обслуживания населения, а именно здание фонда поддержки участников специальной военной операции, защитники отечества, а также Центра культурного развития и других объектов. Размещение этих объектов предусмотрено в проекте корректировки и планировки территорий, которые уже направлены на рассмотрение в правительстве Ростовской области. После решения правительства Ростовской области о реализации КРТ прошло чуть более года. И можно констатировать, что применение механизма комплексного развития территорий является эффективным инструментом для реализации крупных проектов. Менее чем за год удалось усилиями всех заинтересованных сторон осуществить начало строительных работ, обеспечить выполнение проектных работ в объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. То есть фактически обеспечить комплексный подход к реализации проекта. Доклад окончен. Спасибо. Спасибо. Голлеги, вопросы какие есть? Позвольте. Светлана Вананкина, депутат законодательного собрания. Михаил Михайлович. У нас местные градостроительные нормативы, как правило, несовершенные. Но вот объекты образования относительно защищены этими нормативами. У нас установлены и нормативы на тысячу жителей, и пешеходная доступность. Со здравоохранением все сложнее. В Ростове до июня этого года, в принципе, не было установлено количество посещений по поликлиникам на тысячу жителей. Доступность километр до поликлиники. И, соответственно, в большинстве случаев мы видели, как застройщики кивают в сторону уже существующих поликлиник, говоря нам, что этого будет достаточно. Как мы видим, сейчас в Ростове, ну, как минимум на три тысячи мест не хватает поликлиники. И станции скорой помощи на, как минимум, 28 бригад. Что здесь? Мы претендуем на образцово-показательное освоение территории. Решена ли здесь будет проблема с объектами здравоохранения, прежде всего, вот амбулаторно-поликлиническими и скорой помощи? Спасибо, Александр, за вопрос. На самом деле, конечно, мы претендуем на образцовую застройку, потому что это и поручение правительства, и поручение губернатора было. И здесь, конечно, мы пытаемся предусмотреть все возможные и невозможные социальные объекты, которые должны быть или которые желательны для людей в минимальной зоне обслуживания. У нас в поручении правительства есть ряд объектов по здравоохранению, которые обязаны мы построить. Это такие, как там две поликлиники, детская поликлиника, зубная поликлиника, женская консультация. Это тоже проекты. Плюс к этому добавляется еще уже есть на сегодня несколько обращений в корпорацию с желанием построить два реабилитационных центра и такой диагностический центр, который будет тоже оказывать достаточно большой комплекс услуг. Плюс с учетом того, что кроме жилья у нас достаточно большой фонд будет нежилой недвижимости, мы точно понимаем, что будет еще ряд коммерческих объектов, которые тоже будут оказывать услуги по здравоохранению в достаточно большом объеме. Это тоже проговаривается и с застройщиками, и с инвесторами, которые к нам обращаются. В общем-то, ну понятно, что социальные объекты и здравоохранение для нас, наверное, в приоритете. Стоят для того, чтобы комфортность проживания людей в этом жиле была в приоритете. Как-то так. Спасибо. Я бы в дополнение к тому, что сказал Михаил Михайлович. Михаил Михайлович, у нас нет шансов делать этот микрорайон как реально показательный, как реально комплексный. Это относится к любому микрорайону в Ростовской области, который строится. Мы знаем негативные примеры большого количества жилья, построенного в ряде микрорайонов Ростова. Мы только догоняем Левенцовка, Суворовский и так далее, еще несколько. И у нас это кажется получается, мы видим свет в конце тоннеля и не остановимся. Но вновь начинаем. Я напомню коллегам, этот микрорайон называется Новый Ростов. И он таким будет, Новым Ростовом. И на это значит, что он должен быть абсолютно по всем градостроительным нормам и построен. И в этом смысле напоминаю и нашим руководителям органов исполнительной власти. Вы в разной степени там планируете быть представленными. Вы, я говорю, как отрасы. Но времени для того, чтобы подтвердить серьезность намерений и возможность реализации, становится все меньше и меньше. Если к определенному моменту вы это не подтверждаете, то точно совершенно, без денег туда никто не зайдет. У нас есть обращение федеральных органов власти, которые говорят, мы готовы финансировать. Мы один вопрос, проект и финансы. Если это подтверждается, тогда мы говорим, возможность такая есть. Там есть еще несколько интересных решений, которые обсуждаются. Это строительство кампусов, я говорю об образовании. Это строительство межрегионального центра компетенций, тоже образование. Но это отдельная идет работа, в том числе с учетом небольшого объема федеральной земли, которая там присутствует. И мы хотим, возможно, это использовать. Но комплексность развития должна быть просто по абсолютным приоритетам, в том числе и в этом экраине. Поэтому, вот, нет, вы ответили мне на один из вопросов, на два вопроса, в том числе энергетика. Энергетику нужно делать с ускоренными темпами. Вы сказали, 26-й год, это в принципе нормально. Но если есть возможность раньше, делать нужно раньше. Потому что возможность освоения нескольких частей этой территории существует. Мы об этом говорили и с инвестором, что такая возможность есть. Если изначально планировалось, что освоение этой территории займет до 20, порядка 20 лет. Сегодня мы говорим несколько иных. Я на запуске начала строительства разговаривал, и в том числе и руководитель ЕСИ сказал, мы готовы освоить территорию примерно за 10 лет. Но это жилье, не забывайте, это жилье. Поэтому синхронизация социальных объектов является очень важным элементом. Мы не должны остаться ни по школам, ни по детским садам, ни по медицинским учреждениям. В том числе и то, о чем только что говорили. Там, где возможность использования первых этажей в тех или иных целях. Дополнительное образование, кстати, то же самое. То, что не хватает сегодня в городе, у нас эта тема существует и в новых микрорайонах. Поэтому, как вы знаете, я, как вы знаете, наверное, не реже, чем один раз в неделю по каким-то вопросам интересуюсь, где мы находимся. Но ритмичность докладов, информирования о ходе реализации, она будет жесткая. И мы это точно будем реализовывать практически начиная с 1 января 2024 года. Хотя я полностью обладаю информацией, где мы находимся. И как только возникает проблема, нужно очень быстро в них въезжать и реализовать те или иные задачи. А вот что касается озеленения этого большого микрорайона, несколько слов. Какие там у нас планы? Ну, на самом деле, тоже, наверное, это немаловажный вопрос. Потому что люди хотят жить в комфортной среде. Мы, наверное, устали все жить, когда вокруг только парковки. И мы долго прорабатывали вопрос. Понятно, хочется, чтобы было все зеленое. Но, при этом, инвесторы хотят все-таки зарабатывать на этом деньги. Тем не менее, нашли, наверное, мы считаем золотую середину. И у нас порядка 84 гектар из 360 метров от озеленения. Это, включая большой парк на 10 гектар, о котором я говорил, и который уже проект готов. И мы начинаем уже масштабную работу по нему. Плюс взлетная полоса, которая занимает 2,5 километра в длину и порядка 60 метров в ширину. Тоже из нее будет линейный парк. Это тоже достаточно большая такая рекреационная зона. Но, естественно, все придомовые и территории, которые внутри дворов, будут озеленены. И достаточно будет... В нашем понимании, по крайней мере, в тех эскизных проектах, которые мы прорисовали и видим, зелени будет много. То есть комфортно... Да, это такой акцент, на который я обращал внимание. И можно будет даже, в некотором смысле, за пример взять новый парк, который строится в микро-районе Левобережном. На некоторые вещи обратите внимание. Он комплекс, и там просто будет все, что можно себе представить. Мне кажется, у нас парков таких, наверное, и не будет. И нет, да? То, что там мы создаем, в следующем году, надеюсь, в основном он будет завершен. Но стояла задача, помните, да? Завершить его к моменту завершения микрорайона. Чтобы не было стройки и парк рядом. Техника, пыль и так далее. Ну и, если говорить о микро-районе Новый Ростов, то, как изначально говорили, взлетно-постаточная полоса и центральный проспект. Длиной 2 километра 600 метров. И вокруг него комфортные условия для отдыха и жизни людей. Это очень-очень важно. Спасибо. Присаживайтесь. Так, у нас есть еще садокладчик по вопросу. Дарман Петрович Новолошин. Организация проектов комплекса на развитие территории в городе Батайске. Прошу. Уважаемый Василий Юрьевич, уважаемые участники заседания. 17 марта 2022 года постановлением администрации города Батайска утверждено постановление о порядке подготовки принятия решений о комплексном развитии территории в городе. Всего сейчас определено у нас две территории, которые готовы к развитию и рассматривается еще одна территория. Сейчас на каждой из них я более подробно остановлюсь. Первый земельный участок – это Восточное шоссе 9, 8 гектар. Планируемый ввод жилья почти что 114 тысяч квадратных метров. Второй – это земельный участок по улице Талалихина, 20 гектар. Планируемый ввод жилья 196 тысяч квадратных метров. И, как я сказал, в перспективе высокой степени готовности у нас еще один участок по улице Огородная, 5 гектар. Планируемый ввод 73 тысячи квадратных метров. Всего на данных земельных участках планируется построить 12 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 3 детских сада на первых этажах многоквартирных жилых домов, начальную школу и 2 пристроенные поликлиники. Значит, земельный участок по шоссе Восточное 9, площадью 8 гектаров. Жилая площадь многоквартирных домов, как я сказал, уже 14 тысяч, общая нежилых объектов 12,6 тысяч квадратных метров. Примерное количество жителей мы ожидаем 3800 человек. На данной территории предусматривается строительство детского сада на 250 мест и культурно-досуговое учреждение на 50 мест. Кроме того, встроенная поликлиника на 50 посещений в сутки. Согласно ПЗЗ города, земельный участок по Восточному шоссе расположен в территориальной зоне Ж3. Это многоэтажные многоквартирные жилые дома. Вид разрешенного использования жилищное строительство относится к основным видам разрешенного использования земельных участков. Этот земельный участок, как я уже сказал, предназначен под высотную застройку. В рамках подготовки и рассмотрения данной территории для реализации программы комплексного развития предварительно согласована возможность подключения к основным городским коммуникациям. 6 июня 2022 года постановление о комплексном развитии незастроенной территории в отношении земельного участка, расположенного по адресу Восточная шоссе 9, у нас заключен. Земельный участок по улице Талалихина площадью 20 гектар, жилая площадь 196 тысяч квадратных метров, площадь коммерческих объектов 36,75 квадратных метров и ожидаемое количество жителей 4,900. На данной территории предусматривается строительство детского сада на 350 мест. Это мы ожидаем, что будет отдельный детский сад. Детская художественная школа на 150 мест, это встроенная будет в первые этажи. И встроенная поликлиника на 89 посещений в сутки. Согласно ПЗЗ города, земельный участок Талалихина расположен в территории зоны Ж4, зона развития жилой застройки. Земельный участок предназначен под среднеэтажное строительство, это 4-8 этажей. Учитывая, что рассматривая территорию Талалихина, расположена в северо-восточине ЖК Казачья, находится в зоне подтопления. И в настоящий период фиксируется высокий уровень грунтовых вод. Поэтому здесь надо учесть инженерные мероприятия по защите территории от подтопления. Постановлением администрации утвержден проект планировки и проект межевания территории, расположенный в районе ДНТ Донская чаша, где за счетом перспективы предусмотрено строительство водоотводной системы. В связи с изложенным опубликованием извещения о проведении торгов, запланированное на 1 ноября этого года. Сами торги мы ожидаем 6 декабря этого года и в заключении не позднее 22 декабря. Ну и что я говорил об участке, который у нас на огородной, 5 гектар перспективный. Ну здесь предполагается застройка у нас многоквартирными жилыми домами выше 9 этажей. То есть это будет высотная застройка, плановый ввод 73 тысячи квадратных метров, площадь нежилых 9 тысяч квадратных метров и количество жителей ожидаем примерно 2500 человек. Для данной территории предусматривается строительство детского сада на 200 мест. И рядом у нас в радиусе 100 метров уже находится школа на 600 мест. Согласно ПЗЗ земельные участки на улице Половинка и Огородная расположены в зоне Ж-3. Она подразумевает собой многоквартирные жилые дома. Рассматриваемые все территории, которые я сейчас сказал, обеспечены городскими коммуникациями. Это централизованная канализация, водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение. Спасибо. Вопросы какие есть, коллеги? Хорошо. Позвольте. Можно, да? Давайте. Светлана Монанкина, депутат законодательного собрания. Территория по улице Стололихина, если мы обратим внимание на цифры, показатели, которые вы привели, то становится понятно, что вы там, видимо, планируете строить жилье бизнес-класса. 40 квадратных метров на одного человека, отсутствие однокомнатных квартир, только двухкомнатные, все верно? Ну вот мы берем жилую площадь, делим на количество жителей, получаем 40 квадратных метров на одного жителя. Соответственно, это жилье бизнес-класса, в котором не будет однокомнатных. А дальше к чему этот мой вопрос? В зависимости от количества жителей вы планируете и места в детских садах, и в школах. Но мы же понимаем по факту, что это не будет жилье бизнес-класса, а это будет жилье, скорее всего, в которых будет примерно на 25-30% больше жителей. То есть изначально вы закладываете недостаточную мощность социальных объектов. Так ли это? Дело в том, что у нас генеральным планом развития города предусмотрено и находится сейчас там недалеко школа, которая будет водиться. И, кроме того, предусмотрено строительство еще одной школы. Поэтому мы будем с инвестором еще работать в этом направлении. И не факт, что эти метры у нас не увеличатся, которые под социальное пойдет. Спасибо. Просто это повсеместная уловка, которую используют абсолютно все застройщики. На этапе межевания заявляя бизнес-класс, а по факту строя простой эконом до 30 квадратных метров на человека. Я, Министерство, прошу обратить на это внимание и в данном конкретном случае, если в этом есть необходимость. Но вы, соответственно, имеете в виду, что это проблема, которая требует внимания вашего личного. Да, прошу вам еще вопрос. Пожалуйста. Борис Вальтер, депутат Законодательного собрания. Роман Петрович, можно поподробнее рассказать о мероприятиях по защите от подтопления в связи с планируемой застройкой и строительством новых микрорайонов в восточной части Батайска? Спасибо за вопрос, Борис Александрович. Мы с конца прошлого года приступили к комплексному решению проблемы водоотведения и водопонижения города. Провели большую работу и на данный момент все крупные и средние каналы поставлены на кадастровый учет, в том числе и в восточной части города. Значит, мы посмотрели сейчас очень внимательно на гидромеханизатор, куда уходят эти каналы. Значит, привлекли фирму ЮГГЕО, которая провела и проводит сейчас инвентаризацию всех каналов. Дальше мы привлечем науку. И после заключения, это то, что мы делаем в своей части. В любом случае, можно долго рассказывать. Ну а что касается освоения территории, то после заключения договора о комплексном развитии с потенциальными нашими инвесторами, это будет все учтено. И этому мы отводим очень большое внимание. И после комплексного ввода введения будем смотреть, как их подключить и спроектировать к ливневой канализации и к системе водоотводных каналов. Эта тема очень такая большая, объемная, сложная, можно о ней очень долго говорить. Ну, есть поручение мое отдельное по городу с учетом обращения жителей Батайчан ко мне и Министерства жилищно-коммунального хозяйства в теме и другие руководители органов власти. Это очень актуальная для Батайской темы. Поэтому любое развитие, в том числе и комплексное, вот эта проблема должна быть решена в первую очередь. Чтобы мы потом не насоздавали проблем и будем их долго и мучительно решать. Это такая недопустимая вещь. Поэтому 10 раз отмеряйте, один раз отрезайте, как принято. Это очень важно. Большое спасибо за поддержку, которую в этом году вы нам оказываете, правительство, министерство. Действительно, проблема в этом году очень была пиковая, особенно в конце месяца. Спасибо. В некоторых случаях нужно быстрее шевелиться. Помните, когда к нам обращались люди, они не просили многого, они просили регулярно воду откачивать. Помните, да? Мы понимаем, что системы не справлялись, такова уж геология в Батайске. Но они просили быстрее реагировать на случай возникновения подтопления. Это просто откачивать воду. А на самом деле, чтобы капитально решить вопрос, нужно делать один раз. Значит, рассматривать до тех пор, пока мы потенциально не будем иметь этих угроз. Вот это для вас тоже важнейшая задача. Ничего вы не сможете там развивать, если эту проблему не сняться в повестке дня. Это важно. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Так, коллеги, я хотел бы обратить внимание, вот в связи с рассмотрением данного вопроса, некоторые из вопросов, ну, я бы так сказал, постоянно находятся на повестке дня. Мы на самом деле входим в активную фазу комплексного строения территории в самых разных муниципальных образованиях. Но нам на самом деле, на первом этапе нельзя допустить ошибок. Те, которые, Светлана Александровна сказала. Мы же понимаем прекрасно, что если мы сейчас услышим определенную позицию наших инвесторов, застройщиков, и не учтем реальную потребность в социальных объектах, то потом эта проблема придет, будем мы ее решать, но более сложно. Поэтому обращаю внимание в Министерство строительства. Изначально все по правилам. Изначально все по нормативам, нормам сегодняшней жизни должно быть точно выверяться. Не дай бог. Исправить потом будет сложно. Это будет годы, годы, годы. Поэтому вопросы, связанные с обеспечением населения объектами социальной инфраструктуры, дороги, инженерной инфраструктуры, стоят на первом плане. И это нужно делать быстро, качественно, результативно, чтобы потом по завершению строительства мы не разводили руками и сказали, не учли. Этого не должно быть. Это недопустимо совершенно. Ну а там, где уже определены территории комплексного освоения и где будут определены в ближайшее время, прошу глав работать оперативнее. Это потенциал на будущие годы. Это база, которая у нас есть для решения федеральных задач, значит, национальных проектов. Так что там растягивать ничего не нужно. И мы несколько раз обсуждали и говорили, что все, что связано с базой, которая работает на будущие периоды, она должна быть очень хорошо подготовлена. Не случайно по новому росту обратил внимание на энергетику. Да, на ближайшие два года есть. Но не пролетят как миг. Надо сделать так, чтобы мы были знали, что состройщик заходит, мы уже энергетику имеем. И касается других. То же самое транспортная история. Вот вчера у меня на столе оказался проект нового центрального областного автовокзала. Собственно говоря, работа, которую я так веду, продолжается. Это такой новый центр транспортного обслуживания, который будет для задачи решать регионального, межрегионального, может быть и другие, и муниципального значения. Они должны быть вовремя. Они должны быть вовремя, потому что переформатировать будет сложно. Мы к этому вопросу тоже в ближайшее время вернемся. Это большой потенциальный микрорайон. Ну, там, наверное, тысяч 60-70 у нас будет жить в микрорайоне Новый Росток. На этом этапе мы так оцениваем потенциал. Коллеги, по проекту перечня поручений у кого-то есть дополнения? Я обращу внимание на несколько вопросов. Тут есть очень конкретные цифры и даты к исполнению. До 20 марта Министерству строительства необходимо представить предложение по развитию территории, на которой ранее располагались рынки. Алмаз, Атланта, овощной, строительный и так далее. До 20 ноября 2024 года предложение по применению на территории Оксаевского городского поселения в районе Балки-Пороховая предложение по применению механизма комплексного развития территории. Отдельное внимание обращаю к главам муниципальных образований. Есть необходимость принятия муниципальных правовых актов, определяющих порядок взаимодействия отраслевых органов местного управления при принятии решения комплексом развития территории. Прошу вас, не ждите 2024 года, хотя тут 2024 год стоит. Сейчас, в этом году погрузитесь в эту тему. Потом будет сложно, а на бегу всегда ошибочки запускают. Есть отдельное поручение к главам, где у нас реализуются проекты или будут реализованы уже в ближайшее время, то есть 2023-2024 год. Это Азов, Батайск, Ростов, Таганрог, Оксайский, Неклиновский, Мясниковский. Отдельное поручение администрации Оксайского городского поселения представить Министерство строительства, архитектуры и территориального развития, перечень территорий, в отношении которых инициатором принятия решения комплексного развития территории, может выступать орган местного самоуправления. Вот, посмотрите, если есть у других городов и районов такая же необходимость, вы можете не ждать и, соответственно, приступить к выполнению этого поручения, чтобы не задерживать. Ну и, еще раз повторюсь, комплексное развитие территории, в принципе, становится некоторой нормой, и через какой-то промежуток времени мы будем говорить только об этом. Нам очень основательно нужно подготовительную работу провести. Поэтому прошу исполнителей точно в срок исполнить это поручение, эти поручения. Нет вопросов члену правительства? Если нет, есть предложение принять. Возражения нет? Возражения нет, принимается. И следующий вопрос.